Приветствую всех уважаемых подписчиков и гостей моего канала. Сегодня 10 февраля. Когда бы вы не зашли на это видео, оно для вас актуально, однако должна сказать об энергии сегодняшнего дня. Сегодня китайский Новый год, зеленый дракончик, новолуния в знаке зодиака водолей, а также природный имболк. Имболк фиксированный 1-2 февраля, а природный именно сегодня 10 февраля. Поздравляю всех! Предлагаю вам приобрести мой наборчик. Я делала это сама. Это свечи из вощины зеленого цвета под цвет дракончика и кровь дракона. Так я назвала эту смесь эфирных масел. Это смесь эфирных масел, разные эфирные масла. Я покупала отдельно пустые баночки, покупала отдельные эфирные масла и делала такую смесь. Поэтому, кто хочет, пожалуйста, предлагаю приобретайте. По Украине, конечно же, за рубеж не отправляю. Сегодня мы будем работать с ораком. Еще взяла руны. Возможно, ими тоже будем смотреть. Смотрим тенденции, которые принес Новый год. Китайский Новый год. Если вы попали на это видео когда-то намного позже, все равно оно для вас актуально. Значит, в вашей жизни сейчас что-то новенькое. Может быть, вы смотрите на свой день рождения, и у вас Новый год, ваш личный год. Ну и так далее. Различные другие вариации. Какого-то преобразования, чего-то нового. Имболк. Это акт о том, что богиня проснулась. Так что у вас проснулось что-то, если вы попали на это видео. Такова энергия этого видео. Давайте посмотрим, что же вам принес этот Новый год. Новолуние. Имболк. Какие энергии. Богиня. Вот видите, она и вышла. Так я и сказала, богиня проснулась. Действительно, у вас проснулась богиня. Даже если вы мужчина, это ваше женское начало. Ну, конечно, это более актуально для женщин. Вы, скорее всего, что-то разрушили в своей жизни. Разрушили как богиня шакти в самом ее темном проявлении, в проявлении кали. Это здесь точно видно, потому что третья карта – черная луна. Разрушение. И мы видим руну Хагалас. Богиня. Богиня, которая разрушает еще и черное, темное проявление. Магия теней. Вы выпустили наружу свою тень. И тень эта оказалась богиней. Опять же, конечно, расклад больше для женщин. Но мужчины, если вы себя узнаете, если вы мужчина, как это могло проявиться? К примеру, вы стали фурией. То есть вы упали в истерику. Считается, что истерика – это как бы что-то про женщину. Но мужчины тоже впадают в истерику. Когда они впадают в истерику, они проявляют свою женскую темную природу. Женскую часть. Это как пример. Если вы мужчина, у вас как-то по-другому это могло проявиться. Смотрите сами. Ну, а девушки для вас – это прямо действительно тот же самый пример. Например, вы на кого-то проорались, кого-то проклянули так, чтобы аж задымился он. Или что-нибудь подобное сделали. То есть проявили свою шакти, проявили свою тьму. Именно тёмную сторону своей силы проявили. Там мог быть разный-разный комплекс гремучий. Увидев руну Хагалас, я честно вам скажу, я не могу теперь не взять руны. Вот и над ней ещё тоже жрец, отец. Надо брать руны. Я сейчас руническим оракулом всё это буду подтверждать. Смотрите, почему я говорю проявили в прошлом? Потому что руна ритуала, видите, вы же говорили руну, ну ладно, выпала на прошлое. То есть вы вот только-только что-то проявили. И это очень правильно, потому что настолько только закончилась убывающая луна. То есть вы на убывающей луне провели какой-то ритуал очищения. Кто-то, может, генеральную уборку провёл. А кто-то чистился, например, на соли, делал прожарку врага на соли. А в настоящем вы вышли вроде богини. Но на будущее у вас ещё идёт чёрная луна. И мы здесь сейчас всё это будем уточнять. Что же это дальше пойдёт? Карты, кстати, тоже тёмные. Как вы видите, в таких вот энергиях тёмненьких. Поэтому я хочу уточнить всё-таки рунами именно, что это был за ритуал. Конечно, это общий раскладик. Помните, пожалуйста, об этом. Ну, дом. Смотрите, что-то связанное с домом, что-то связанное с семьёй. Так, вроде бы есть концентрировано. Есть. Руна очень хорошая. То есть этот ритуал какой-то либо вы провели в доме, либо это семейный, родовой. То есть все в роду так это делали. Это что-то по роду передающееся. Либо с кем-то из родных. Вместе вы это сделали. Какой-то ритуал передающийся. Да, огонь. Что-то делали. Кували своё счастье, так сказать. Что-то делали с огнём. Печка. Вот не зря я сказала, да, прожарка на соли. Вот запросто. Особенно если у вас есть печь. Вы, скорее всего, делали в печи. У кого нет печи, делали на плите. Прожаривали соль на плите. Жарили. Жарили. Здесь кого-то вы жарили. Да. В доме у себя. У своей печки. Печка. Опять же, у кого-то может духовка. Ну, сковорода точно у всех есть, я думаю. Что-то вы делали такое, да, на плите. Опять же, может, отливка на воск. Что-то горячее с огнём работали. И семейное это делали ваши предки. Так, что в настоящем? Ингус. Отличная просто руна. Руна возрождения. Вы возрождаетесь. И также это руна плодородия и богатства. И очень эта руна, кстати, похожа на возрождающаяся богиня. Вот на карту богини, которая просыпается, вышла карта просыпления, просветления. Здесь, конечно, мужчина изображён, но знайте, что вот точно так же сейчас просыпается богиня. Богиня и бог. Мужчины, которые меня смотрят, здесь, скорее всего, есть мужчины, которые меня смотрят. И по этой карте здесь. Да, действительно, видите, сначала я просто говорила, что тут только богиня, но вот здесь-то уже и бог просыпается. Здесь и бог просыпается. Поэтому всё прекрасно. Просыпаетесь вы в настоящем времени. Да, смотрите, просыпаетесь к счастью, к изобилию. Очень интересно, что первая руна – изобилие. И вторая руна – тоже руна изобилия. Ну, посмотрите, какой разный, ну, картина какая разная. Потому что руна Ингус, она показывает, скорее, знаете, изобилие, которое наступает после извержения вулкана. То есть вы прошли трансформацию, и вы стали другим. По сути, это руна реинкарнации. А руна Ера – это руна изобилия спокойного. То есть был чернозём, посадили, всё взошло, собрали, радуются люди. То же, то есть обе руны – руна изобилия. Но одна предполагает, что вы пережили какой-то просто трэш и возродились просто с нуля. А вторая, что, в принципе, вы были чернозёмом изначально. Поэтому даже если какое-то время вы стояли, казалось, что нет у вас жизни, тем не менее вы чернозём, жизнь у вас есть. И родовое дерево у вас есть. Отлично. И давайте посмотрим ещё рунами на будущее. Вот тут будущее. Мне, конечно, интереснее всего, что это за чёрная луна у вас в будущем. Что это такое? Что это в будущем? Давайте, наверное, соберу, чтобы полный был у нас футарк. Будем на полном футарке смотреть, вот что здесь ждёт. Это на будущее. Веселье, веселье, вас праздник ждёт. Отлично. Видите, хорошо, что собрала, потому что вышли выше те же руны. А здесь удивительно, посмотрите. Вот вы сами сейчас увидите. Смотрите, видите, какая руна изображена на оракуле? И вот эта руна. То есть эти обе руны у нас попали на дно колоды. Карты хотят вам, знаете, ещё чуть-чуть из зала подсказка. У вас ещё деньги будут. То есть вообще расклад сейчас как бы не о деньгах. Но руны тут, знаете, как говорят, что всё это время фоном будут идти ещё деньги. Хотя фигура у нас здесь другая тема. Тема вашего возрождения. Но это как бы проистекает. То есть опять же плодородие, деньги, урожай. То есть вы собираете урожай. Посмотрите, что у вас идёт на будущее. У вас на будущее идёт аж две руны праздника. Они даже вот похожи. То есть тут вы празднуете. Тоже, видите, семья. Вуньё. И здесь Ера. Это уже у нас выпадала руна. Здесь руна очень похожа на Ингус. Руна становления настоящим мужчиной. Для мужчин, да, это очень актуальный расклад. Но и для женщин тоже. Потому что мужество – это общечеловеческая черта. Есть женщины намного более мужественные, чем мужчины. Первая руна – руна воина, который пришёл с войны, с победой и праздник. Вторая руна, собственно говоря, рассказывает о том, что он пережил. Стал суперзвездой. И опять же, это руна сбора урожая. А вот здесь руна, она предполагает и деньги тоже. Но здесь намного больше. Здесь счастье. Здесь мир после войны. Поэтому всех, представляю, кто смотрел. По чёрной луне здесь говорится о том, что пережив какую-то тьму, вы возродились. То есть здесь не просто бабочка. Здесь бабочка, как вы видите, с черепом. То есть говорится о том, что вы не просто вылупились, извините за это слово, конечно, из кокона. Но вы ещё и смерть свою пережили. Вы пережили. Вы как будто бы реинкарнировались. Опять же, посмотрите. Вас сняли с креста. Просто посмотрите, что здесь изображено. То есть воин павший, воин вставший, воин воскресший и засиявший. Воин пришедший с победой. Когда работаешь с рунами, невозможно не говорить стихами. Потому что, если вы знаете, поэзия, конечно, саги – это прекрасно. Сейчас начну говорить стихами. Потому что, когда работаешь с рунами, это сразу идёт. Воин павший, воин вставший, воин в воскресший. Победу принёс. Праздник принёс. Победу принёс. Но видите, что? Это как бы невозможно забыть. То есть да, вы станете бабочкой. Да, вы станете лёгкой. Но эта бабочка – мёртвая голова. Какого-то врага вы своего точно обезвредили. Вот по этим двум картам. И что я вам скажу? Ну, точно как богиня Кали черепа собрали. Вот такой получился стихотворный раскладик. Напоминаю, что это общий расклад, не для всех актуален. Обращайтесь ко мне лично своими личными раскладиками. Здесь вы увидели руны и оракул. Также я работаю с картами Таро и с другими разными инструментами. Обращайтесь. Также напоминаю, кто хочет, заказывайте в честь дракончика комплект дракончика. Общий расклад. Не забывайте об этом. Принимайте самое лучшее. Пишите. Принимаю самое лучшее из расклада лично для себя. И пусть каждый возьмёт то, что вам самое-самое лучшее. Пусть эта информация будет всем-всем-всемего блага. Всех благ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok